Квалифицированную психологическую, юридическую, реабилитационную и иную помощь гражданам с ограниченными возможностями в городе Бресте оказывает территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района. Его сотрудниками проводятся различные мероприятия, создаются новые проекты и акции, делая жизнь людей с непростой судьбой, чуточку приятнее. А потому здесь так легко, уютно и очень красиво проходила бьюти-акция под названием «Преображение». Есть услуги, которые не входят в перечень, а граждане нуждаются. И у нас появилась идея приободрить, принарядить наших подопечных путем вот такой вот акции. Не каждый из них может попасть в салон красоты. Кто-то просто потому что стесняется, у кого-то нет повода. И вот в преддверии Дня инвалида Республики Беларусь мы уже второй год проводим эту акцию. Мы привлекаем волонтеров из других организаций, которые помогают сделать наших людей красивыми. Идея такой акции возникла еще в прошлом году, но в 2022-м над ее проведением пришлось все равно потрудиться. Началось все с поиска волонтеров. И, конечно же, первыми откликнулись волонтеры-краснокрестовцы и по совместительству учащиеся Брестского государственного колледжа сферы обслуживания. Ведь именно они понимают, как важна для людей с особенностями такая помощь, поддержка и забота. Я решила принять участие в данной акции для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями на базе территориального центра. Для того, чтобы сделать их еще красивее, помочь им преобразиться. А также в этой акции я набираюсь опыта для профессии своего будущего. Маникюр, покраска бровей, стрижка, макияж. В силу разных обстоятельств эти услуги не всегда доступны инвалидам и пенсионерам. Ведь кто-то ограничен в общении, кто-то в финансах, а кому-то и вовсе физически трудно посещать салоны красоты и парикмахерские. А ведь им, как и всем нам, просто хочется быть красивыми и ухоженными. Здесь всех людей слышат, абсолютно каждый не обделен вниманием. Я постоянно хожу, мне нравится, потому что услуги, слава богу, с душой делают все это. Относятся к нам со всей душой. Спасибо им за их труд, всех души они нас, говорится, обслуживают. Сто процентов нравится, хорошо сделано. Девочки стараются, но еще молодые, опыт есть, конечно, не такой, как у специалистов. Но, слава богу, мне понравилось, как девочка меня самостригла. Очень хорошо, приятно, помолодею. Человеку нужен человек, а это значит, что нет ничего невозможного. И только взаимопонимание, поддержка, доброта – это язык, на котором может разговаривать немой, и который слышит и понимает глухой. Это единственный безбарьерный способ контакта абсолютно между всеми людьми. Продолжение следует...